привет читал вашингтон пост новую статью привет вашингтон пост вышла новая статья не читал не читал когда нам там написано 3 по моему 3 или 2 марта вот сегодня я прям на сайт заходил вашингтон пост там про авдеевку тяжелая потеря для украины во вторых там интервью с какими-то каждый город для нас это тяжелая потеря потому что вы их равняется всем земле каждый нету тут же тролли некоторые сидят ахуя там авдеевка вы там не ну самое главное пишут что отход оттуда был паник энд дез органайзет панический и дезорганизованный опять же тут же ваши рассмотреть и вопрос заключается в том что уолл-стрит журнал может свое ценночное осуждение не проблема то что он высушников это публику это стал слова высушников там их фотографии то они рассказывают это не сука мне вот это я не читал поэтому я пока говорить не буду много чего они перевирают притом расходят я прям на сайт сейчас для него шинкун пусть самое интересное у меня вопрос такой вашингтон пост начало начало статьи есть а потом дальше идет надо заплатить вы можете поверить в том что он зашел на сайт вашингтон пост и проплатил я не верю вот просто я в это не верю а то что он перепечатку какую-то он заходишь сайт вашингтон пост вот да статья инсайт украине вас стенд и нам динка энд из рот из из рот оф дэс он рассказывает что да это выход из ардиевки это была дорога смерть дальше открываем статью самоначально и вот буквально ты читаешь первый заголовок донинск региум и у тебя сразу выскакивает заплатить ну не верю я что россиянин заплатил два евро там два доллара ежемесячно либо же там двадцать и двадцать евро за не верю я в это збір на приладі ночного бачення для хлопців з третьей шабе ну а зубцем там потрібно три монокуляри три бинокуляри суммарно ця сумма це 150 тисяч гривень іде не просто розіграш а буде не просто збір а з розіграшу буде розіграний цей прапор з підписами якраз хлопців з того підрозділу якому і потрібно це бо ми один же от особисто їм передавали ось цей прапор з підписами від хлопців якраз з цього підрозділу і буде ще близько ста подарунків від мене різних починаю від таких от добрих браслетів і закінчую там ще багато чим іншим не буду зараз розкривати всі карти тому шансів у вас багато або цей прапор скоріше всього буде ще два прапори бо мені там ідуть якщо якщо встрянемо то скоріше всього от ці два прапори теж будуть тут розіграша ну і будуть такі призи які теж коштують добре пірі скажем так добре гроші добре добре кошти але і ми розуміємо що нам потрібно зібрати для хлопців то ми самі закупаємо різні подарунки для вас щоб ви відчували що це іде не тільки в сторону бійців а що і ми як блогери вас підтримаємо і вам вдячний за вашу підтримку для того щоб брати участь у розіграшу потрібно зробити таку річ або кратно ста гривням вислати на банку або на карту там де написано допомога нашим захисникам а якщо ви за кордоном то на припал кратно п'яти доларами або п'яти євро тому запрошую чим більше ви будете донатити тим більше у вас шансів виграти прапор або ті призи якщо ви думаєте що це от супер смішно то вам петросян вас петросян обмануло девочки я вам звук выключить вы машете на просто без звука приветствую о чем ну в основном я конечно разговариваю об отношениях стран мои собеседника иногда зацепляем экономику если человек разбирается иногда профанский взгляд на историю вашей предложенной теме мне больше всего нравится история но другие темы могу поддержать вы являетесь профессиональным историком или такой же профан как я всяким всяким такой как его люблю читать и исторические документы газете 19 века 17 века я понял значит вы наверное не сторонник вот этой теории о том что из украину придумал ленин он создал украинку он не приду придумали австрийцы он реально создал реальную украину у него это получилось немцы тоже пытались создать он создал не украину он создал не украину он создал украинскую советскую социалистическую республику до него украина существовала 1 удачный я вас расстрою расстрою удачных экспериментов удачных созданий украины было раньше больше тоже не просто когда украинская народная республика перед этим перед этим войско запорожское ну войско запорожское они понятия не имели что такое украинская республика а не войско они украина я вас расстрою молодой человек послушайте меня вот я вас расстрою гетьманы во первых это просто название государства название государств меняются подождите какое государство было уже войско запорожское это так и называлось оно разделялось на полки это современное и современном понимании это области так вот войско запорожское было полувоенное до государства но это было государство головой его был гетьман немножко прете и вот гетьманы когда писали московским царям они писали о народе украинском народе казацком потому что мы себя и украинцами называли и казаками называли еще много там каких названий было потому что самоназвание уже много ошибок допустили учитывая то что вы сказали по поводу австрийского генштаба и согласились этой теории ленина говорить о вашем историческом скажем так подспорье даже смешно становится ну просто потому что вы хотя бы вы выходил гетманом вы какое русское царство в то время когда у нас существовало существовало вот именно войско запорожское у вас было московское царство не русская а московская опять врете вы да давайте я нахер пётр первый восходя на престол короновался как царь московский есть первая газета которая была написана как московский вестник или ведомость московский уже не помню которая была написана информация как там о событиях произошедших в московском царстве и прилегающих державах ну хотя бы вот он рассказывает что он читал историю он документы исторические читал какие нахер документы если он элементарных вещей не здравствуйте приветствую краснодар россии вы откуда донецк украина очень приятно хочу беседуете об отношениях стран моей собеседника иногда зацепляем экономику иногда зацепляем профанских отношений каких стран моей сервис стран моей и собеседника а вашей собеседника хорошо давайте я сейчас живу в германии давайте поговорим об отношениях наших стран что вы являетесь вы являетесь гражданином германии до являюсь гражданином германии ну я в тогда в вашем лице гражданина германии хочу поблагодарить за помощь нашей стране в борьбе против оккупанта молодцы молодцы мы вам еще больше дарим вы сами уничтожайтесь главное меньше здесь будете бегать как мне нравится еще вам тоже хочу радость сразу сразу вот это российская гуана полезла вот сразу хотите вам благодарность от имени немецкого народа я хочу чтобы немецкое правительство все-таки обратила внимание на вот таких вот которые являются открытыми нацистами радуются убийство украинцев и отправила их на ту любимую родину где они хотят жить потому что они дико любят россию но хотят сука жить в германии едьте в россию нахер здравствуйте в основном разговаривали об отношениях странные собеседник об отношении каких стран между украиной россии или и вообще между украиной россии моей страны и страны собеседник моя страна это украина но отношения но отношения между нами сейчас желают лучшего это легко сказано скажите пожалуйста вы гимн ссср знаете нет вот это все вопрос есть на ваше личное мнение почему россия напала на украину украина решила выйти из сферы влияния россии и не подскажете когда украина решила выйти из сферы влияния россии тем всего решила на выйти из сферы влияния уже давно россия до определенного времени не имела силы возможностей постараться ее вернуть смотрите россия пыталась захватить часть украинской территории еще в 2003 году на тот момент украина вообще не думала о том куда-то там уходить из сферы влияния и все остальное 2003 год конфликт за остров тузла если вы не знаете потом 2014 знаю да когда у нас сбежал наш президент к вам в россии как раз при том что этот президент перед этим обещал что он подпишет евро ассоциацию она народ из-за этого начал ему задавать вопросы ты же пообещал что-то не выполняешь и вот в четырнадцатом году россия начала захватывать части нашей территории поэтому знаете это называется оправдание агрессии оправдание агрессии ну это не есть в пункте пятом если не ошибаюсь резолюции 3314 оон о том что никакие соображения будь то экономические политические либо какие-то другие не являются оправданием агрессии кто признал агрессию россии агрессора ген ассамблея оон парламентская ассамблея бс е а согласно уставу оон нету такого определения что кто-то должен его признать и нацистская германия нацистская германия напал на советский союз стала агрессором не после того как ее признали агрессором а по факту того что она напала на страну приветствую меня зовут артем я доничанин из киева как вас зовут откуда вы один из золота из иркутска о чем здесь разговариваете денис да по-разному собеседника заюсь я в основном общаюсь об отношениях стран моей собеседника иногда зацепляем экономику иногда ну скажем так профанский взгляд на историю поговорим и только как как успех успехи ну основная масса россиян в экономике не на не в зуб ногой в истории не в зуб ногой и большинство имперские фашисты притом рассказывающие что в истории они по 250 тысяч зарабатывают что все средняя зарплата чуть ли не в россии 250 тысяч открываешь медианную зарплату смотришь и не 250 тысяч атом дай бог 40 нет я не историк поэтому я же сказал что профанский взгляд на историю потому что я профан вы может экономист ну вот по специализации получился я технарь но по скажем так по работе больше 20 лет опыта работы в экономике начиная от продаж и заканчивая коммерческим директором генеральным директором я думаю дает мне возможность разбираться в экономике но пусть так будет ну и курсы конечно там проходил сам самого сам самообучался добирал те знания которые мне не хватало пока когда шел по карьерной лестнице так что так но вы как считаете что у вас там поддерживаете агрессию россии против украины агрессию но нападение одной стороны против другой называется агрессии война агрессии не положено полгода на страж него когда войска одной стороны заходят на территории другой стороны без согласия этой страны это называется агрессии его либо война это произошло в четырнадцатом году началось а полномасштабно был уже продолжу из 22 вот вам самим то не надоело вот одно и то же сколько лет а я просто показываю россиян которые уже за 10 лет до сих пор не поняли я я же говорю я показываю россиян которые за 10 лет не поняли что их страна является фашистской фашистским агрессором все признаки фашизма в вашей стране вот полностью все 14 смотрелись или вы сами пытаетесь блогерство не пытаюсь не пытаюсь него не пытается у вас это не особо получается так что не заморачивайте ваше мнение ваше мнение настолько важно оставайтесь на линии